Спонсор рубрики «Что есть?» Пермский мясокомбинат. Производитель вкусной и качественной продукции. Это Кострома. Отвечая на сразу же возникающий песенный вопрос, что делаем, так и хочется заметить. Туристов принимаем, причем в любое время года. Кто домиком Снегурочки впечатляется, кто монастырями, торговыми рядами да соборами. А мы вот решили вспомнить о сыре. Бри, ракфор, камамбер, моцарелла, пармезан. А наши-то почему в основном костромские да пашихонские? Здравствуйте, дорогие друзья. Потому что золотое кольцо России еще и сырным можно назвать. Бытует мнение, что о сыре, как о продукте, у нас узнали только во времена Петра Первого. Спорное суждение. Славяне, всегда имевшие обширные контакты с греками, вряд ли могли оставить без внимания этот способ преобразования молока в нечто более концентрированное и сытное. Другой разговор – массовое производство. Вот тут действительно Петр Первый – великий новатор. Оценил по достоинству голландские сыры, привез в Россию иностранных мастеров-сыроделов. Первый сыродельный завод появился в Тверской губернии в 1795 году в имении князя Мещерского. Однако о действительном начале российского сыра говорить еще было рано. Этот период относится уже к веку XIX. Три друга по морскому корпусу – Николай Верещагин, брат известного художника-баталиста, Владимир Блондов и Григорий Бирюлев. Побывав в Европе, изучив там молочное производство, вернувшись на родину, развернулись на славу. Верещагин в Твери, Блондов в Костроме, Бирюлев в Ярославле. Пашихонский уезд – это именно там. Единственное, пашихонский сыр как таковой появился благодаря труду мастеров-сыроделов уже при советской власти в годах 30-х прошлого века. А вот Костромской берет начало с 1878 года из села Андреевского Костромского уезда. Представьте себе, на первой сыроварне купца Блондова было всего 4 работника, а уже за год было произведено около 13 тонн сыра. Конечно, к такому прибыльному делу стали присматриваться и другие предприимчивые люди. Вот так сыр, по сути, родственный голландскому, гауда, но чуть слаще и пластичнее, стал самым распространенным и названным в честь района, где его производилось больше всего. Словом, здорово Кострома, здоровенько, в том числе и с сыром, и всем вкусным, что из него можно приготовить. Булочки костромские. Тесто разделить на части, скатать небольшие шарики. В центр каждого шарика поместить, вдавливая кусочки сыра и сосисок молочных с копчением торговой марки «Пермский мясокомбинат». Выложить булочки на противень, смазать растительным маслом, выпекать в духовке 30 минут, после чего смазать маслом чесночным и присыпать пармезаном. Делать это нужно, пока булочки еще теплые. А если у вас нет настоявшегося чесночного масла, не надо на этом зацикливаться. Сосиски тоже могут быть просто молочные, но с копчением ароматнее. Сосиски молочные с копчением торговой марки «Пермский мясокомбинат» вырабатываются строго по ГОСТу. В их состав входят говядина первого сорта и нежирная свинина с добавлением натуральных специй и ингредиентов – молоко и мускатный орех. Сосиски молочные с копчением «Пермский мясокомбинат» стараются для своих, для пермяков. Удачи вам и приятного аппетита! С вами была Жанна Соловьева. До свидания!